Четверо мужчин, позевывая и лениво переговариваясь, шли по тропинке к дальнему краю городского кладбища. В тот день у работников ритуальной службы было много дел. Уже было вырыто три могилы, вот-вот подвезут и будущих постояльцев, как между собой называли их могильщики, трех покойников. Все умершие были лица безопределенного места жительства. Их родственников так и не нашли, хоронили за счет государства, как неопознанных. Вскоре к кладбищу подъехала машина, и уже другие мужики, тихо матерясь и тут же перешучиваясь, притащили те самые три гроба. И действительно, от гробов шел нестерпимый запах. А что тут удивляться? Тела в морге лежали почти месяц, пока полиция разбиралась. Известно было, что двое умерли от отравления каким-то суррогатом, третьего то ли прибили свои же в драки. Пока расследование, все разбирательство, да еще беда в морге холодильники накануне дали сбой. В общем, причин много, а отдуваться приходилось простым копачам. И они, морщась и матерясь, принялись за дело. Наконец, двоих покойников придали земле. Вроде бы легче стало, даже запаха почти нет. «Может, мы уже принюхались?» – предположил один из них. «Давайте, мужики, без отдыха быстренько этого уже определим, а там и перекурим». Напарники были только «за». Уверенно опустили гроб в могилу, методично заработали лопатами. И тут один из копачей, совсем еще молодой парень, взмолился. «Мол, мужики, давайте передохнем, сил больше нет». Ну что делать? Все отставили лопаты и потянулись в карманы за сигаретами. Сидели мужики, курили в полной тишине. Мысли у всех примерно были одинаковые. Вот что за людей они сегодня хоронят? Ведь когда-то были у тех и родственники, и друзья, и семья, наверное, была. Что случилось в их жизни, почему все потеряли? А теперь даже имени у них не будет на кресте, только номер. Никто не придет, не положит цветов, не всплакнет на могилке. Грустно и страшно, что вот так иногда заканчивается человеческая жизнь. «Как собак зарываем», — изрек один из могильщиков. «Ага», — согласился второй. «А кто им виноват?» «Дашут его знает», — пожал плечами третий. «Дай бог, с нами не так все будет. Хотя все там окажемся, только каждый в свое время». Четвертый работяга, тот самый молодой парень, молчал, слушая разговор старших товарищей, только кивал в знак согласия. А еще он жутко устал, и ему хотелось побыстрее все закончить. Недавно устроился в похоронную бригаду, не привык еще. Он сидел, курил, прикрыв глаза. И тут парню послышался какой-то звук. Он вначале подумал, что кто-то рядом стучит в дверь. Но тут его как током дернуло. В какую дверь? Он открыл глаза и огляделся. Напарники уже сыпали шуточками, за лопаты было взялись. И тут снова стук. Глухой, отчаянный. И откуда-то из-под земли. А главное, мужики-то его не слышат, своими разговорами заняты. Парень подскочил к полузарытой могиле, опустился перед ней на колени и голову вниз опустил. «Мишка, ты кого там разглядеть хочешь?» С насмешкой крикнул ему Сергей, старший в их команде. «Он ароматами никак надышаться не может!» Хохотнули другие двое. «Дядь Сереж, там кто-то стучит!» Мишка поднял голову, его лицо было белее мела. «Эка, невидель стучит!» Вновь усмехнулся главный. «Да это коми из земли вниз падают, где-то пустоты остались, вот и все». Зеленый еще неопытный, поддержали главного напарники. «Да стучат вам, говорю!» Упрямо повторил Михаил и указал пальцем в могилу. Мужики, сгрудившись, склонились над могилой. И тут точно все четверо услышали звук, никак не напоминающий звуки падающей земли. Это был слабый, но настойчивый стук, как будто действительно кто-то в двери стучал. Но с каждой секундой все неувереннее и неувереннее. «Мертвяк стучит!» Нахмурив лоб, произнес Сергей. «Как такое возможно? Его же из морга привезли!» «Да ну к черту! Бесовщина какая-то! Закапываем быстрее и дело с концом!» «А если там живой человек?» Еле слышно спросил Михаил. «Ты как себе это представляешь?» Сергей покрутил у виска и покачал головой. «Его же в морге вскрыли! И запах! Ты же чувствовал!» «От тех двух гробов воняло, а не от этого!» Неуверенно, произнес Михаил. Мужики согласились. «Да, Михаил прав!» Они неуверенно топтались у края могилы, когда вновь услышали стук из-под земли. «Вскрывать что ли будем?» Предложил Сергей. Он и сам уже понимал, что с этим захоронением что-то не то. А вдруг в гробу и правда живой человек? Не сговариваясь, как по команде, двое мужиков прыгнули в могилу, начали выкидывать землю, двое других стояли готовые их сменить. Вот и гроб показался. Мужики подняли его на поверхность и, оглядываясь, словно преступники, открыли крышку. Вообще-то за такое начальство их тоже по голове не погладит, но тут не до инструкций. То, что они увидели в гробу, повергло всех четверых в шок. В гробу лежал мужчина средних лет, абсолютно голый, без всяких следов вскрытия. Его руки были приподняты кверху, рот открыт, как будто он что-то хотел крикнуть, но сил не хватило. Сергей потрогал страдальца и побледнел. «Мужики, да он теплый!» – вскричал он и тут же нащупал артерию на шее. «И кажется живой, пульс есть!» Копачи кинулись звонить в полицию, в скорую, своему начальству. При этом не забыли накинуть на мужчину куртку, чтобы хоть как-то ему помочь. Согреть, что ли? На улице ведь уже был октябрь. Мишка сбегал в домик сторожа кладбища и притащил на шатырь, сунул мужчине ватку под нос, но тот даже не пошевелился. Так он и лежал в гробу до приезда полиции. Те приехали, решили, что мужики просто напились и у них галлюцинации. Но осмотрев найденного мужчину, у них возникли вопросы. «Где следы вскрытия?» «И трупу явно не три недели, он свеженький. Или еще не труп?» «Пульс вроде есть, а вроде и нет. Наконец, приехала скорая». Доктор, молодая девушка, чуть в обморок не упала, увидев, кому ее вызвали. Но, совладав с эмоциями, принялась за осмотр. «Срочно в реанимацию его!» – крикнула она водителю. «Может быть, еще успеем спасти?» Капачи вытащили своего несостоявшегося клиента из гроба, погрузили на носилки и утащили в скорую. А потом, глядя вслед машине, чесали затылки. Вот это да, чуть живого человека не зарыли. Если бы не Мишка с его слухом, то беда бы случилась. Хотя выкарабкается ли этот бедняга? Еще вопрос. «Мужики, спасибо за бдительность!» Полицейские поблагодарили Капачей и тоже уехали с кладбища. Но что же все-таки произошло? Всех мучил этот вопрос. Конечно, первым делом следователь направился в морг, чтобы выяснить, как так случилось, что к захоронению выдали живого человека. И как тот вообще оказался в морге и в гробу. В морге тем временем заведующий отделением Юрий Александрович уже ломал голову, как ему выпутаться из непростой ситуации. Дело в том, что с утра санитар Гриша заявился изрядно под шофе. Заменить его было некем, ночная смена уже ушла. А потом Юрий Александрович, плюнув на это дело, приказал ему особо не светиться и заняться своими обязанностями. В тот день нужно было погрузить три тела невостребованных бомжей из холодильников. Он указал, какие трупы брать, и пошел готовиться к очередному вскрытию, чертыхаясь про себя. Опять ведь привезли бомжа. Что за наплыв бездомных в их заведении? К слову сказать, этот четвертый труп в холодильник погружен не был, но находился в том же помещении. Вот туда Гриша и отправился. Юрия Александровича отвлекли срочным разговором областное начальство. Потом он подписывал документы, привезенные полицейскими для здравоохранения. Когда Юрий Александрович уже опомнился, три гроба уехали на кладбище. Он пошел вскрывать труп и обнаружил, что того нет. «Гришка, а где тот, что у холодильника стоял?» Закричал он на санитара. «Так домой отправился на кладбище?» Пьяный и Кай ответил тот. «Как на кладбище?» Побледнел Юрий Александрович. «Так это не тот». Он кинулся к холодильнику. Действительно, тот, кого следовало отправить, так и лежал в камере. Слава богу, холодильник уже починили, поэтому запах разлагающегося тела уже почти не ощущался. Гришка, поняв, что натворил, стал оправдываться. Мол, мутило от запаха, решил с третьим побыстрее управиться. «Юрий Александрович, да какая разница, в каком порядке? Им-то уже все равно», – оправдывался Гришка. Заведующий за голову схватился. «Как ему теперь все оформлять? А еще ведь с полицией работа не окончена по последнему трупу. Свалить все на санитара? Но ведь это его ошибка. Он допустил пьяного к работе и не проследил все». Потом Юрий Александрович немного остыл. «Да кто там сильно будет разбираться с трупами бомжей? Бомж, он и в Африке бомж. Оформит этого третьего, поново и все. Может быть, и пройдет все». Юрий Александрович уже почти успокоился, как вдруг к нему следователь пожаловал. Сердце у заведующего так и ушло в пятки. «Теперь точно будут проблемы». А когда он услышал от следователя, что в гробу нашли живого человека, так сам чуть не умер от ужаса. Пришлось во всем сознаться. «То есть вам привезли живого человека, а вы даже этого не поняли?» – удивился следователь. «Но, простите, его до этого осматривали ваши коллеги, мои коллеги со скорой. В конце концов, его привезли сюда на труповозке. Это был труп трупом утром. Я его толком и не смотрел, не успел просто. Санитар подготовил его к вскрытию, и все», – оправдывался Юрий Александрович. «Тот самый Гришка?» – покачал головой следователь. «Нет, с ночи дежурил другой. Он утром и принимал. Но у него тоже никаких сомнений даже не возникло. Привезенный был трупом. Не стал следователь дальше спорить. Однако обстоятельства говорили сами за себя. Труп оказался живым человеком». Дальше вопросы у следователя возникли к своим коллегам. Те клялись и божились, что нашли мертвого бомжа на окраине их города. Приехавший врач со скорой зафиксировал смерть. Предположительно, смерть была не криминальной. Вперед всего что-то сердечное, а еще налицо следы плохого питания и антисанитарии. Тогда еще оперативники едва не перекрестились. Слава богу, не придется возиться с бомжом. Мало приятного работать с таким контингентом. Умер и умер. Все мы смертны. Поэтому с легким сердцем отправили труп в морг. Врач со скорой, который осматривал бомжа, сделал огромные глаза, когда следователь рассказал ему об ожившем трубе. «Но он был мертв», – твердил он одно и то же. «Пульса нет, зрачки не реагируют. Да, еще теплый был, но точно мертвый». «Оказалось, что нет», – хмыкнул следователь. Потом ему шепнул водитель со скорой, что доктор был с утра с большого бодуна. «И вы так легко мне сдаете своего доктора?» – усмехнулся следователь. «Да достал уже», – признался водитель. «От него и больные, и коллеги стонут. Запойный он. Столько раз похмелье на работу выходил, а выгнать его начальство не может, так как у него жена в Минздраве работает. Может, вы теперь посодействуете?» «Попробую», – кивнул следователь. И вот этот самый следователь, а им был молодой сотрудник следственного комитета Константин Николаевич Сазонов, был просто в шоке. Из-за халатности представителей некоторых структур вот так запросто чуть не закопали человека живьем. И еще вопрос, выживет ли. К счастью, несостоявшийся покойничек оказался живучим. Он провел в реанимации неделю, а потом медленно пошел на поправку. То, что рассказал мужчина Константину Николаевичу, было неожиданно. Бомж оказался вовсе не бомжом, а учителем математики из сельской школы отдаленного от города района. А дело было так. Виктора Семеновича Макеева в конце августа отправили в город на педагогическую конференцию. Выбор от района выпал на него, так как он был в прошлом году победителем районного учителя года. В области ему планировали вручить благодарственное письмо от губернатора. Жена Валентина была не в восторге от этой поездки, но что поделать. Профессия мужа обязывает быть на подобных мероприятиях. Да вроде и почетно это, один из района едет. Восьмиклассница дочка Катюшка, наоборот, была рада и написала папе огромный список своих желаний. Все, что требовалось привезти ей из города. После конференции Виктор и занялся тем, что покупал дочке подарки. Катюшка одним из пунктов указала беспроводные наушники определенной фирмы, не дешевая, кстати. Но так как Виктор еще не истратил все отпускные, мог позволить себе побаловать дочь. И вот он ходил по магазинам, искал нужную модель, приценивался. И не заметил, как за ним увязались двое. А потом они его подкараулили в глухом переулке, по голове чем-то тяжелым дали. В подвал в бессознательном состоянии затащили, обобрали до нитки и даже вещи сняли. Как в насмешку, какое-то тряпье рядом с Виктором кинули, которое тут же в подвале валялось от каких-то бомжей. Очнулся Виктор и ничего не помнит. Сидит в одном белье, соображает, кто он такой. Сильно ему по голове дали. Память так и отшибла. Холодно. Нашел он то самое тряпье, поморщился, но надел. Ни документов, ни денег нет. Выбрался он из того самого подвала, а люди от него так и шарахаются в стороны. Вот что ему делать? В голове пустота. Но все же он смог сообразить и пошел в поисках отделения полиции. Попытался у прохожих спросить, а его все только посылают и носы воротят. Наконец встретились ему два полицейских. Он к ним кинулся, попытался объяснить, что он себя не помнит, а что случилось не знает. А полицейские только усмехнулись и посоветовали меньше пить. А потом еще и пригрозили, что заберут в обезьянник, и там его научат быть человеком. Понял Виктор, что помощи он от стражей порядка не дождется. Поплелся во свояси по улице. Вечером приметили его другие бомжи. Вначале тоже попытались обобрать, но поняв, что у Виктора ничего нет, попытались прогнать. Но он словно за соломинку вцепился в них, умолял не бросать. Жалились бомжи, даже в свое логово отвели, в старый брошенный дом на окраине города. Вот там и обитал Виктор. Ходил с другими бомжами на свалку, металл собирал, макулатуру. Те копейки, что зарабатывал с этого, в общий котел отдавал. Бомжи на вырученные деньги еду покупали, водку. Виктор не пил с ними, только ел и то немного. Так прошло полтора месяца. Память к Виктору так и не приходила. Он слабеть начал, болеть. Видимо, от недоедания. Он также бродил по улицам, пытаясь хоть что-то вспомнить, но только пелена в сознании была. А потом ему плохо стало. Он упал, понимая, что умирает. Но он ошибся. Сознание вернулось к нему, когда он вдруг почувствовал какой-то толчок, а потом сверху что-то часто застучало. Виктор открыл глаза, а вокруг полная темнота. Попробовал пошевелиться и понял, что в каком-то ящике лежит. И тут он все осознал. Он в гробу, в могиле. И его закапывают. От ужаса всего происходящего он начал стучать, что есть силы, ворочаться. Но этих самых сил и так было мало в последнее время. А еще от всего происходящего тело просто сводило от ужаса. Дышать все было тяжелее и тяжелее. Виктор осознал, что вот сейчас он действительно умирает. Он начал затихать, и уже в слабеющем теле вспыхнуло сознание, и память вернулась. Виктор вспомнил, как его зовут. Вспомнил про конференцию, про тот самый удар в переулке, и про свою бомжатскую жизнь он не забыл. Он попытался кричать, но от ужаса голосовые связки словно онемели. Мужчина хватал ртом воздух, и все слабее и слабее хлопал изнутри по крышке гроба. А очнулся Виктор уже в больнице. Вначале он думал, что это конец. Он, наверное, в раю. Первую подошедшую к нему медсестру даже за ангела принял. Тогда медики думали, что у несчастного от пережитого рассудок помутился. Но ничего, обошлось все. И вот он почти здоров и уверенно идет на поправку. А в это время к нему в город уже мчалась жена. Все это время Валентина оббивала порог районного отделения полиции в надежде, что появилась хоть какая-то информация о муже. Вначале ей обещали, потом утешали, и клятвенно клялись, что разыщут мужа. Но время шло, надежда таяла. Однажды следователь районной полиции предположил, что, может быть, Виктор сбежал от семьи куда-нибудь в другой регион к любовнице, бывали такие случаи уже. Валентина только оскорбилась, не мог ее, Витя, жить двойной жизнью. Кроме того, что Валя сама предпринимала попытки искать мужа, и в интернет информацию выкладывала, и в город ездила, ходила и искала мужа. Но, видимо, по разным улицам они с Виктором ходили, так и не привелось им встретиться. И вот, наконец, пришла долгожданная весточка. Жив муж. Узнав подробности, Валентина чуть не посидела, представив, что пришлось пережить ее Виктору. Мчалась в город и думала, что никогда больше никуда мужа одного не отпустит. Их встреча в больнице была бурной, и поплакали оба, и посмеялись. Медперсонал, который то и дело заглядывал из любопытства, только удивлялся, надо же, какая пара. И как же здорово, что все так закончилось. Уехал Виктор с Валентиной домой. Он все переживал, что без подарков к дочери едет. А Валя только отмахивалась. Какие подарки? Самый главный подарок – он сам, живой и здоровый. В селе быстро узнали, что произошло с Виктором. Народ потянулся к учителю за подробностями дела. Но Виктор не особо любил рассказывать о том, что с ним случилось. Неприятно вспоминать бомжатскую жизнь, а уж тем более ситуацию в гробу. А в городе после этого случая большие разборки были. Заведующего моргом хотели уволить, но вступилось за него вышестоящее руководство. Жаль было разбрасываться такими кадрами, ведь Юрий Александрович классный специалист. Гришку, конечно, уволили и даже условный срок дали. Оперативники, нашедшие Виктора, отделались легким испугом. Их перевели трудиться в отдаленные районы области. А вот врач со скорой сам уволился. На него тоже уголовное дело заводили, но только закрыли раньше времени, так как умер врач из-за проблем с печенью. По-настоящему умер. А вот могильщиков в этой ситуации как-то забыли поблагодарить за спасение человека. Показания с них взяли и все. Только их начальник пожурил еще, мол, наделали шуму. Теперь будут говорить, что, возможно, это не первый случай, а сколько живьем закопали. Но мужики на начальника не в обиде, мало ли кто чего болтает. А они в этот раз такое дело сделали, почти чудо совершили. И только Виктор, когда уже полностью пришел в себя после случившегося, приехал в город, нашел тех самых мужиков и каждому руку пожал, денег немного дал каждому. Особенно Мишку благодарил. И как он сумел расслышать стуки из-под земли. Мишка только смущенно улыбался. А ты в суд подавать не будешь за моральный и физический вред? Спросил его Сергей, главный могильщик. А зачем? Пожал плечами Виктор. Жив остался, и слава богу. Да и не люблю я эти все разбирательства. Опять будут все спрашивать, выяснять, а мне позабыть это хочется, как страшный сон. Уехал Виктор обратно в село. Вместе с Валей он был в тот раз. Жена теперь его в такие поездки, как и говорила, одного не пускает. Один только положительный момент в этой истории есть. Видимо, долго жить Виктор будет, раз однажды его едва не похоронили. Субтитры создавал DimaTorzok